Приветствую вас, Екатерина. Ну, смотрите, вот что я вижу в вашем тексте, да, какие я вижу проблемы, какую я вижу проблематику. Во-первых, чувство себя за происходящее, т.е. вы чего-то хотели явно, чего-то желали явно, и вы впитываетесь в цель в одно, что этого хотели. Это очевидно, потому что вы себя горите, вы себя ругаете, т.е. ну, вы же понимаете, да, что вы не просто так напились, вы не просто так пошли, несмотря на уговоры подруги на корпоратив, да, что здесь были какие-то желания, здесь были какие-то потребности, вот, я так думаю, что это потребности связаны с потребностью в любви, т.е. вы хотели любви и хотите любви, со стороны мужчин, вот, ну, допустим, как вариант со стороны мужчин, возможно, вы чувствуете себя одинокой в этом плане, вот, и вместе с тем, вместе с тем, что вы чувствуете себя одинокой, вот, вы же еще и горите себя за это, т.е. вы себя очень-очень сильно горите, вот, да, свои желания, т.е. вы себя стыдите, как бы, за это. Соответственно, те слухи, которые о вас будут распространяться, если будут, они, как бы, подтверждают то, с чего вы стыдитесь по отношению к себе, т.е. это, как бы, подтверждение. И ладно, естественно, это неприятно. Т.е. первое, что нужно, это, наверное, принять и признать свои желания, а не жить в отрицании, не жить в отрицании реальности, а, как бы, а потом, вот так вот, стандартно их реализовывать, потому что желания-то они все равно, они никуда не деваются, они все равно остаются, так или иначе, два. Вот, это первое. Что касается работы, опять же, то, ну, здесь противоречия, т.е. вам работа нужна, я вам верю, что вам нужна работа. Я вам верю, что, ну, вы думаете, что вас могут доволить. Вопрос заключается в том, почему, если вам нужна работа, вы так себя били, да. Т.е. тут, опять же, есть какое-то, вот, отрицание, какое-то, вот, противоречие. Т.е. со стороны глобально выглядит так, что вы просто сами себе портите жизнь. Ну, это выглядит, вот, отрицание так, что, вот, взяли и испортили, допустим, себе жизнь, себе, э-э-э, свою репутацию, например, в коллективе, взяли и испортили, да. Отрицание то выглядит так. Но мы-то понимаем, что речь идет о вашем отчаянном таком шаге к удовлетворению своих потребностей. Потому что не просто так вы говорили про секс, про ребенка и то и прочее. И вот с этими моментами нужно разобраться. Потому что вы не целостны, как личность у вас есть противоречия, у вас есть конфликты внутренние. И самое главное, чувство, которое вам мешает, это чувство стыда. Его нужно освободить. Потому что чувство стыда, оно вам на пользу не идет. По поводу вашего вопроса, как вы думаете и прочее, это про Пагабас. Это к эзотерикам, мы не занимаемся гаданием Екатерина. Мы занимаемся анализом и психотерапией, коррекцией. Поэтому отвечаю вам исключительно только с этой позиции. вот. Подобное может происходить из-за проблем с ответственностью личной, когда человек опять же не отдает себе отсчет в том, что он будет, например, платить за свои действия. Человек чего-то хочет, да, но он этого не делает. Потому что, например, боится или стыдится. Но неудовлетворенность растет и в какой-то момент она овладевает человеком. Вот. И происходит то, за что человек потом себя винит. Винит, корит, наказывает. Вот вы, вполне может быть, делаете это все как раз таки для того, чтобы оказаться вот в этом вот состоянии. Состоянии, когда вы корите, вините, чувствуете себя виноватой, вам стыдно и прочее. Почему? Почему? Потому что в этот момент, в этом состоянии, вы точно знаете, как обстоят дела. Вы знаете, что хорошо и что плохо. Вы знаете, что можно и что нельзя. Вам больно, вам неприятно, но вам и комфортно. Потому что четко проставлены рамки. Но вот, когда этого нет, вы себя чувствуете, с одной стороны, свободнее, с другой стороны, более тревожно. Речь, конечно, идет про некий сценарий поведенческий, по которому развиваются события вашей жизни. Опять же, можно и нужно проанализировать. Вот. Когда все это будет проанализировано, я полагаю, что можно будет просыпать в психзапе, если у вас будет такое желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.